В областном центре прошли очередные советы территорий. Накануне активные инициативные жители встретились в 17, 18 и 20 округах. В ходе заседания обсуждали подготовку к предстоящим выборам в Совет депутатов Белгорода 5-го созыва и концепции развития округов на ближайшие 5 лет. С подробностями Диана Калединова. Совет территории в 20-м округе начали с обсуждения предстоящих выборов в Совет депутатов Белгорода. Большое внимание присутствующие уделили вопросу о развитии территории. В этом округе расположено 54 многоквартирных дома и более 300 частных домовладений. Проблема благоустройства волнует многих. Как отметил председатель местного совета территории Константин Клет, решение проблем требует активного сотрудничества с населением. На ближайшие 5 лет в основном, конечно, вопросы связаны с благоустройством территории, с состоянием дорог, с состоянием проездов, с мусором на территории. Много вопросов связаны с организацией общественного транспорта. Это частный сектор, старый город, Белая гора. Есть большие вопросы, как уехать утром на работу, как вечером вернуться. Всем этим будем заниматься в ближайшие 5 лет. Около 100 активных жителей и членов Совета территории номер 18 собрались на очередном заседании, чтобы подвести итог пятилетней работы и определиться с планами на будущее. Возглавил собрание председатель Совета территории Михаил Бажинов. В качестве гостя на 18 округ пришел почетный гражданин Белгорода Георгий Голиков. Он рассказал о развитии города, о планах на будущее и о важности работы такого органа местного самоуправления, как Совет территорий. Что такое территория? Это, прежде всего, удобное место для проживания. Это дом, это школа, это детский сад, это магазин, это театр, это дорожки, это дворовая территория, это детские площадки. И, конечно, прежде всего, используя мировой опыт, надо, прежде всего, присутствовать к мнению тех людей, которые живут на этих территориях. Они формируют образование жизни на той территории. Хочу отметить, что этот эксперимент был положен в нашем городе. Нигде в России таких вот образований, как Совет территории, нет. И я думаю, что этот эксперимент удался. Удался с точки зрения вовлечения жителей. И сегодня мы увидели, сколько пришло и не только членов Совет территории, но и рядовых граждан, жителей с близлежащих территорий, заинтересованных в том, чтобы послушать, чем занимался Совет территории за прошедший созыв, какие планы ему предстоит сделать в следующем и как они будут реализованы. Главным своим достижением за последние годы здесь называют вовлечение горожан в работу по благоустройству округа. Жители участвуют во всех субботниках, облагораживают дворовые территории, сажают цветы, украшают балконы и подъезды. То есть стараются совместными усилиями сделать жизнь на округе более комфортной. Заседание Совета территории провели и в 17 округе. Встреча прошла на базе механико-технологического колледжа. Здесь также обсудили вопрос о предстоящих выборах в Совет депутатов Белгорода 5-го созыва. В ходе совещания активисты округа смогли не только задать волнующие вопросы, но и внести свои предложения в основную концепцию развития. Председатель Совета территории номер 17 Юрий Дичков обозначил основные направления. Это благоустройство, решение транспортной проблемы и работа по созданию солидарного общества. Мы изучили полностью все проблемы нашего округа, зафиксировали их и в фоторежиме, составили паспорт на территорию, у нас вышло около 70 листов только одних вопросов, которые есть по территории. Сейчас основная задача – это собраться с основным активом нашей территории, чтобы понять, как нам дальше выстраивать свою политику, чтобы мы могли решать эти все вопросы. Отметим, заседания Совета территории проходят в каждом округе. Их главная задача – привлечь активных жителей к решению проблем микрорайонов. Диана Калединова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.